Всем здравствуйте! Меня зовут Лариса Подлегаева и я рада приветствовать вас у себя в гостях. Сегодня выходит у меня очередное видео, которое посвящено моему визуальному марафону 39 дней. Все выпуски этого марафона у меня сначала выходили только на платформе Яндекс.Зен, но сегодня я решила, что буду продолжать заливать эти выпуски на Ютубе. Но если вы хотите посмотреть первые выпуски, то вы можете, конечно, пройти на другой мой канал на Яндекс.Зен. Я оставлю ссылочку в инфобоксе и можете посмотреть, что же я там уже навязала. Если вам интересно, что я буду вязать дальше, то с сегодняшнего дня вы можете следить за моими планами, за моими итогами визуальными. И чем должно все закончиться, я думаю, и очень надеюсь, что все должно закончиться поездкой на ярмарку. И я обязательно возьму вас с собой. Итак, мое видео выходило в субботу, и был это у меня шестой день моего марафона в 39 дней. Сегодня же получается у меня уже десятый день. И чем же я занималась с седьмого по десятые дни, удалось ли мне что-нибудь связать, я вам сейчас все это покажу. В воскресенье я ездила в гости, вернулась уже в понедельник вечером. Но, как я и говорила в своем последнем видео, что я начну вязать что-нибудь такое светлое, поскольку черную сумку вязать очень тяжело для глаз в вечернее время. И я начала вязать вот такой топик. Это пряжа Vita Coco, 100% хлопок. По-моему, 280 метров в 50 граммах. И вязала я этот топ крючком номер 2. То есть, это просто вот такая вот полоска, шириной 11 сантиметров она у меня вышла. Вот здесь я связала шнурок, вставила его. И что же это такое? Это, можно сказать, вот такой полуфабрикат. В моем клубе Art Active мы с мастерами устраиваем коллаборацию со своими коллегами по клубу. И вот я уже вам показывала сумочки свои, в которые Татьяна вшила подклады. Потом я показывала платье желтое тоже. И вот это будет вот такой сарафанчик. Завтра она привезет мне еще два платья. Я вам тоже их обязательно покажу. И возьмет у меня вот эту кокетку. То есть, еще такая идея у нас возникла. То есть, вязать сарафан, чтобы вот здесь была шнуровка. Лямочки вот здесь уже будут из ткани. Таня пришьет их. Вот. То есть, такой немножечко будет более безразмерный вариант, скажем так. Ну, вообще, вот получилось в сложенном состоянии 29 сантиметров. То есть, получается 58 сантиметров обхват груди. И, по-моему, по таблице, если не ошибаюсь, это лет 5-6. Но у детки все бывают разные. У кого-то и в 4 года обхват груди больше, у кого-то и в 10 лет меньше. Ушло у меня на этот топ 39 грамм вместе со шнурком. А шнурок обыкновенный, гусеничка. Так. Я его постирала. И он еще даже немножечко влажный. Специально его отпарила сейчас, чтобы вам показать. Так. Потом. Что же я еще тут двигала? В дороге, конечно, я вязала, но совсем немножко. Потому что наши дороги, они оставляют желать лучшего. И это не федеральная трасса была, а второстепенная. И, соответственно, она была вся в ямах, в ухабах. И вязать было очень тяжело. Вот так же у меня продолжает вязаться вот такая вот панамка из пряжи Ярнарт Виолетт. И здесь 282 метра на 50 грамм. Это тоже хлопок омерсеризованный. Вяжу крючком 1,75. Кстати, очень пригодилось мне, что я в прошлом видео назвала номер крючка. Потому что, конечно же, я уволокла его в другой процесс. Очень мне нравится этот узор. Но надо сказать, что, наверное, сейчас я уже не буду вязать вторую панамку таким узором. Потому что он очень медленный. Очень медленный. И такие панамки можно вязать зимними, долгими вечерами. И вот надо себе это где-нибудь записать в блокноте, чтобы... У меня периодически случаются какие-то невязальные дни, депрессивные. И вот надо себе записать. Если есть такое настроение депрессивное, вяжи панамки или носки хотя бы. Но мне очень нравится этот узор. Осталось... Здесь у меня уже связано, если вот так сложить. 11 сантиметров. Нужно связать, чтобы было 14. И потом там еще будет кайма. Так. Вообще планировала закончить ее сегодня. Но я же говорю, что это очень долго вяжется. И боюсь, что закончу я ее уже в ночи. А видео хочется снять. Поэтому вот показываю вам процесс. Дальше. Вчера почему я ничего... Вот это, кстати, вот этот топ я закончила еще вчера. Почему я вам его не показала? Потому что... Закончила я его в середине дня. Но к нам приехали установщики сплит-системы. И что-то пошло не так. И вместо часа они провозились у нас почти 3. Она с первого раза не запустилась. Но нам вообще везет в этом вопросе. Когда-то 20 лет назад мы купили холодильник. Который вместо того, чтобы охлаждать, он начал греть. Поэтому, собственно говоря, я не удивилась, что сплит-система у нас с первого раза не заработала. Но холодильник потом проработал 20 лет. Будем надеяться, что и сплит-система нас тоже не подведет. Потом, сегодня тоже был у меня не очень вязальный день. Мы сегодня ездили в Ростов на рынок. Раньше он назывался Атлант или Классик. Я точно не знаю. Потом там его закрыли вроде бы. И сейчас его перенесли в поселок Янтарный. Короче, мы были там. Искали магазин торговое оборудование. Приехали туда. Но ассортимент там был маленький. Нас перенаправили на другой адрес. И мы опять двинулись в путь. В итоге я купила себе вот такой вот манекен. Он где-то, по-моему, 53 сантиметра. Я специально на него примерила эту панамочку. Очень хорошо сидит. И вот такое вот разочарование у меня было, когда на витрине стоит у него цена 250 рублей или 225, что-то такое. И я его взяла. Он был последний. Еще я взяла там манекен совсем маленький. Ну, такой прям с детским личиком. На новорожденных. До 40 сантиметров. И стоил он 350 рублей. Но тут выяснилось на кассе, что стоят они по 525 рублей каждый. Поэтому, конечно, я взяла один манекен. Вот этот, который побольше. Вот. А также я еще купила торговый стенд. Но его я, к сожалению, вам не смогу показать, потому что оно очень такое громоздкое сооружение. Это белая такая решетка. И на нее можно цеплять либо полочки, либо, не знаю, там ящички какие-то. И я же на нее буду цеплять вот такие вот крючки. Вот так вот. Я думаю, что тот, кто занимается торговлей, ездит по ярмаркам, если вы в рукодельнице, то вы понимаете, о чем речь. И я взяла специально вот такие штучки, чтобы вешать на нее сумки. Потому что планирую я именно в этом направлении развиваться в сумках. Мне это очень понравилось. И очень много идей на эту тему. Так что день сегодня был насыщенный. В дороге я повязала всего, наверное, пару рядочков в панамке, потому что мы брали с собой барни. И с ним, конечно, не повяжешь. Вот все время норовит перескочить к мужу, а муж за рулем. Поэтому, конечно, это недопустимо. Приходилось его держать на руках. Барни, я имею в виду. Так что день сегодня такой насыщенный, продуктивный. И это не может не радовать. Так что сейчас я пойду вязать дальше. В планах у меня закончить панамку. И, конечно же, мне не терпится вернуться опять к сумке. Но это уже будет завтра. Спасибо всем за просмотр. Всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok